В России отметили 160-летие со дня рождения видного государственного деятеля России и подвижника православия, великого князя Сергея Александровича. В Санкт-Петербурге по случаю этой знаменательной даты состоялся вечер «Светлый Витязь». Дворец Белосельских-Белозерских – один из самых знаменитых памятников архитектуры, расположенных на Невском проспекте. В свое время, в конце XIX века, он был приобретен великим князем Сергеем Александровичем по случаю женитьбы на принцессе Элле Гесинской, ставшей великой княгиней Елизаветой Федоровной. На днях здесь размахом праздновали 160 лет со дня рождения великого князя, сына Александра II. Сегодня вечер памяти великого князя Сергея Александровича Романова. Ему сегодня 160 лет. Про него никто толком не знает. Но все знают его жену. А его жена – это великая княгиня Елизавета Федоровна. Но парадокс в том, что его жена прославлена к лику святых, причислена уже давно, и мы понимаем ее и воспринимаем, как такой символ чистоты особой заботы о ближнем. Она основала Марфа-Маринскую обитель после смерти мужа. Но то, что она стала такой благодаря мужу, вот об этом мало кто знает. Он ее старше на 7 лет. И он был ее воспитателем. Он, собственно, был ее учителем. Он был в высочайшем образовании. Он ей открывал не только православие. Он, собственно, привел ее к православию. Она стала православной святой. Это вообще самое главное такое продвижение. Хотя он ее никак не неволил. Он просто своим примером. Известный поэт, протеерей Андрей Вогвинов – один из почетных гостей вечера. «Светлый Витязь» – именно такое название носил вечер памяти. Отец Андрей на мероприятии был проводником в историю семьи Читы Сергея Александровича и Елизаветы Федоровны. Не раз в своем творчестве он посвящал строки свои святым царственным мученикам, в том числе и святой преподобном мученице, великой княгине Елизавете Федоровне. На вечере они звучали в исполнении детско-юношеского хора преподобного Иоанна Дамаскина под управлением Ирины Болдышевой. Мы очень рады видеть, как растет число почитателей великого князя. А когда вот такие дни, как сейчас происходят, когда отмечаются какие-то юбилейные даты, то очень важно нам и радостно видеть, как люди сопереживают этому. Для них тоже великий князь – живой человек. Они его открывают, ведь он еще такая не до конца изученная, малоизвестная фигура относительно других. И они рады это открывать, находить что-то близкое, похожее, очень современное сегодняшнему и дню. Открыли уже для себя личность великого князя воспитанники воскресной школы по совместительству участники хора. Не раз они слышали о судьбе Сергея Александровича, знают его духовные подвиги, знают о его служении народу. Он очень хорошим был правителем и политиком. Он был очень благочестивым человеком и верующим. Потом он был очень терпеливый. Вот, к примеру, он просто сильно болел, болезнь у него была очень тяжелая, но он все время терпел и никому не показывал. Это для нас всегда пример терпения и благочестия. Он был примером для всех нас мужества, терпения, благочестия и любви. У него была безграничная любовь. Он всех прощал. Мне очень нравится такой хороший правитель. И я рад, что живу в той же стране, где он жил и творил. Гостям была предложена редкая историческая и публицистическая литература. Была представлена выставка на тему «Августейшая семья глазами современных художников». Состоялась презентация новой работы члена Союза художников России профессора Сергея Печахчи, портрет великого князя Сергея Александровича. Тогда я не хочу, хоть вожжение не пролетало. А нынче, что к моим ногам вас привело? Какая волна? Ключевым моментом стала реконструкция драматической постановки из Евгения Онегина. Она была сыграна в этом же дворце более ста лет назад при участии цацаревича Николая Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны. Организаторы отмечают, что такие мероприятия «Вечера памяти» подчеркивают значимость личности великого князя, что память о нем живет в народе. Продолжение следует... Продолжение следует...